Там чертова лестница, там такие камни, там такие ступени, там, короче, жопа полная, в общем, что это что-то страшное. Я тогда подумал, вот, говорит, сходи, посмотри. Думаю, вот это я обломаюсь, если там действительно такой тяжелый подъем, и я не подъему, и там Бог его знает. Но с тех пор прошло, ну, лет 10, наверное, вот. Вот я сегодня прошел эту чертову лестницу, посмотрел. Я не понял, о чем она говорила, может, для нее это был тяжелый подъем реально, вот. Но как прогулочный вариант, конечно, классно. Очень красивые виды, вот мы сейчас на вершине уже, все, лестница закончилась. Подъем не тяжелый, прогулочный вариант, оздоровительный вариант. Видосы в ВО, ну, короче, классно, рекомендуем. Шайтан Мердвен, вот. А мы сейчас поднимемся на Мердвен Кая, еще, для полного счастья, вот, на эту высоту зайдем. Всем привет, кто нас помнит, кто знает, с высоты птичьего полета. Вот там на вершине люди, три человека. Скоро мы там будем. И вот, снизу еще нас догоняют люди. Такая красота открывается отсюда. Те люди уже спускаются с вершины. Вот люди спускаются. Хочу заметить, что здесь ничуть не хуже, чем скалы и Тешлар, храм солнца. Илья-Ская и храм солнца. Виды такие же открываются, но глобально. Здесь из камней выложены руны. Ну, вид, конечно, вон люди внизу. Вид, конечно, здесь. Это нужно только прочувствовать. Миша завис на вершине. И вот она, вершина. Итак, высота 688 метров над уровнем моря. Ух ты! Ух ты, Миша! Да ты шо! Во! Вот это оно! Супер! Супер! Вот тур на вершине за мной. Очень красивые виды открываются. Очень красивые. Супер, да? Обалдеть! Вот плата. Я думал, здесь плата будет ровней. А на самом деле все гораздо по-другому выглядит. Ну, в общем, как-то вот так. Хорош! Дали вот, где Бурун. Нам еще туда нужно. Да, в принципе, нет. У нас времени еще. О, все будет убивать. Все классно. Вот такие вот виды. Ничуть не хуже, чем на храме солнца виды. Обалденно, короче. Все. Все супер. Все классно. А давай желаем. Вот, даже дети сюда заходят. Отбежалась? С утра вот так вот до полоса. Нас один автобус не взял, во втором мы ехали стоя. Потом сразу и искупнулись в горной реке, когда еще горозно было на полосе. И чертова лестница. И вот первая вершина. Реально, это уже вершина. И двигаем дальше в сторону полосы. Ты представляешь, что туда вот, блядь? Да сейчас тут раз прыгс. Да, я сейчас только начал понимать, куда мы идем. Не забывайте подписывайтесь. Да, путь наш не близок. Это вот нос только первого мыса, куда мы. Следующая отправная точка. А нам дальше, дальше и дальше. Неблата вот. Красота, конечно, неописуемая. Очень красиво. Бесконечные, кажется, дали. Но на самом деле, эти горы не такие большие, как хотелось бы. Для съемки? А там, правда, дымка пошла. Вершину уже накрывается. Смотри, вороны разошлись. А чуваки, он пытается палку сломать. Придурки заканчиваются. Потому что памяти нифига нет. Разное, казалось бы. На самом деле, так смотрится. Красиво прямо. Ты посмотри на это чудо. Глянь, какая красота. Прикинь. Прикинь, а шоссе раньше шло прямо под скалами. Раньше вообще красиво. Опасно, конечно, было, но красиво очень. Какая красота, смотри. Вот это мы так удачненько сегодня вышли. Вот это удачненько, я. А там на четверть ставки нельзя устроиться. Даже не на половину, а на четверть. Вот чайник достать. И вот идем по кромке яйлы. Отвесные скалы. Ну, конечно, виды. Что? Какая силища. Вот это оно. Вот это оно. Оп. Здравствуйте. И снова здравствуйте. Эти ощущения можно только прочувствовать. Вы устали? Нет, я хочу прочувствовать эти ощущения. Ну, вот еще один путешественник во время. Во время. И он нас обогнал. И пошел вперед. Что-то он там такое видел. Фоткает, фоткает, фоткает. Будем догоняться во время Тихоеста. Миша пошел навстречу приключениям. Миша, я назад пошел. Я назад пошел. Назад пошел я. Я шучу, думаю, в реакции. Жаль, конечно, камера телефона не передаст этой красоты. Но реально это нужно видеть. Да, силища. Хотя потому что у меня тут даже памяти уже нет. Я там нафоткал раньше время. Ты смотри, какой туман там тянет. Реально, вот ради вот этих видов стоит подняться на такую высоту. И подъем очень даже не сложный. Абсолютно не сложный. Кто там говорил, чертова лестница. Не знаю. Никаких напрягов, никаких проблем при подъеме нет. Абсолютно легкий подъем. Зато виды такие. Да, наша цель все ближе. Но это только так кажется. На самом деле это километры и километры. Абсолютно не вижу, что снимаю. Солнце слепит. Конечно, передать словами сложно. Реально, такие виды. Я там снимал понизу. Снимал что ни попадя, как говорится. Ну, как бы показать этот подъем. Показать эти там тропинки обухоженные. Сейчас перебирать это видео. Что-то удалять, что-то добавлять. Добавлять-то понятно буду. Пока памяти хватит. Что-то убирать. Времени нету. Потому что нам еще много километров впереди. Но лишний раз скажу. Это стоит того. Эти виды стоят того, чтобы подняться на такую высоту. И увидеть это все по очереди. Потому что никакие интернет-ресурсы, никакие книги, никакие рассказы вам, никакие видео не передадут того, что на самом деле вы сможете увидеть самостоятельно. Очень красиво. Со всех сторон пейзажи завораживающие. Портится погода. Греется море. В общем, идем дальше. Мы в такое Г. Если пойти вправо, то можно увидеть колодец Кую-Алан. Но туда идти как минимум не надо. Поэтому мы пойдем по кромке яйлы дальше вверх. Это до поворота. Короче, 12 километров у нас как минимум еще просто по дороге, а не по бездорожью. Вот так вот специально спустился, чтобы показать вот это вот и есть. Миша стоит на... Что-то темно, не видно нифига. Нет, темно. Короче, вот это и есть та подпорная стена той древней дороги, которая идет вот так вот, будто бы специально. Да, она меня пришпандерен. Вот так вот мы идем по вот такой вот дороге. И вот такие виды на плато открываются отсюда. Вдали остались те вершины, которые мы сегодня покорили. И впереди еще многие километры. А там, походу, Байдарская долина. Да, это и есть Байдарская долина. Короче, пещеру нашли. Здесь все плата кальцировой полости. Вот здесь вот ярко выражены под пещеру. А, сейчас я подсветку, кстати, включу. А что? А где подсветка? Он светит, или нет? Как я еще не вижу. А, светит. Короче, в общем, настоящая пещера. Но времени нам здесь задерживаться нет. Кубак, а я показывает, солнце заходит, что-то пасмурно встает. Пробежала лисица, Миша говорит, отпечатки лисицы. Ну, чтобы было понятно, вот моя рука. Лисица, короче, такая. Килограмм, наверное, под 100. Вот, чтобы было понятно. С нами вершина Кельсе-Бырун. Присмотри внимательно, на самой вершине два человека. И там даже столб какой-то, по-моему, стоит. Или крест. В общем, мы уже подходим. Озвучка, говорю, мы уже подходим к мысу. Мы еще далеко не подходим к мысу. А, Миша говорит, Седар, ты что, ты вообще раскладываешься? Да, с Бог, через час туда заберемся. Ну, хотя бы. Подходим к мысу. Ребята, не верьте, точнее, верьте не всему. Но виды, в общем, здесь довольно-таки впечатляющая, красивая плата. Вот так вот все это дело выглядит. Все, плата усеяна цветами крокусов. Красивые цветочки. Сейчас расскажу. Вот в чем прикол, значит, этот башенный кулуар, это чуть-чуть дальше будет. Вон, те люди спускаются, я уже вижу. И мыс этот намного больше, чем казался издалека. Реально. Ракушка его была нервная. Да, огромная гора такая. Горище. Горище впечатляет. Огромная просто. Давай сегодня, может, успеем. Видишь, солнце перевалило. Что-то они долго идут, реально, смотри. Только до половины дошли. Этот час по-любому надо подниматься. Ну. А, хорошо. Вот таки на вершине мы уже видим два силуэта. Это маленькие точки. Реально большой мыс, огромный. Болизм. Вот она вершина. Визуально видим. А к ней еще идти, дойти. По карте мы подошли вплотную к мысу, Буруну. Вот. И здесь нарисовано... Не видно ничего, да? Не знаю, что снимаю. Не вижу, что снимаю. Вот, теперь вижу. Нарисовано башенный кулуар. Вот это вот и есть башенный кулуар, по идее. То есть, где-то здесь каким-то образом можно спуститься вниз. Тропа нарисована. Не буду сейчас вникать. Нам сюда вниз не надо. Но по всей вероятности можно спуститься. Мы же сейчас идем на вершину. Нам важна вершина. Вот действия происходят на высоте птичьего полета. Мне Костян звонит. Древние стены сейчас. Человек увлекается коллекционированием камней. Оглянись назад, сколько прошли. Какая красота позади осталась. Красотища. Да, реально. Вот она пошла тропа вниз. Башенный кулуар. То есть, как поначалу спуска, то вполне реально спуститься вниз. Но нам надо вверх. Туда, где солнце. Вот на противоположной вершине. Все-таки... Все-таки мы обогнали его. Где-то он там в лесу, наверное, потерялся этот человек. Он там в другом кулуарище был. Да, мне кажется, он там потерялся на тех дорогах. Нет, Сергей. Он там покулуарил немножко. Успокоился. Либо медитировал. Кулуарил. В общем, красота. Просто красота. Очень. Ну, давай правее брать. Это что-то мы реально по самому краю идут. Чем дальше, тем ближе. Ну, высота пропасти здесь видна. Дальше будет еще выше. Мы поднимаемся сейчас на самый высокий мыс. В этом районе. Ну, не вижу, короче, я еще снимаю. В общем-то, шли вот до такого места. Миша говорит, это самый, что ни на есть, супер Сократ. То есть, если вниз туда нырнуть, ух, красиво там. Красиво. Да ты что, супер. И вот, возле дерева пещера. Да. Ну, супер Кулуар. Красота, конечно, не писаная. Виды, не просто завораживающие, а будоражащие воображение. Скалы, высота скал. Это крутизна. Казалось бы, рядом. А все, идем, 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 идем. И конца края в этой горе нету. Чем выше, тем больше у меня складывается впечатление. Это когда поднимаешься на Романкош. Это самая высшая точка Крымских гор. А здесь вот, в районе Форосской стены, самой высшей точкой является эта вершина. И чем выше поднимаешься, тем больше вырисовывается новых и новых гор в окрестностях, которых, когда идешь по низу, не видно. Вот уже почти вершина. Открываются виды тех вершин, которые нам казались самыми высокими. Мы их уже видим отсюда сверху. И остается абсолютно немного. Абсолютно немного. Да, конечно, здесь впечатления самые-самые яркие. Вот она победа. Помаши рукой! Вот он, Михаил на вершине. Триангуляционный знак. И вниз отвесная пропасть Татышо. Вот это оно. Вот такие вот отвесные скалы. Внизу старое Севастопольское шоссе. Новая магистраль. И вот такая вот красота. На такой высоте мы сейчас находимся. Продолжение следует. Байдарская долина, и вот мы на вершине, вот он треангулятор. Ух ты, вороны. Вот они вороны. Ты видишь, какая награда нам. Солнце вышло, чтобы было видно все. А то мы подымались в какой-то непонятный туман, не туман. Какая-то такое заволока нехорошая. А сейчас вот такая вот красота. Все видно. Супер. У Миши патроны, как у пулеметчика, стреляет. Вот мы на высоте птичьего полета. Это реально нужно просто ощутить. Я повторяю и повторяю эти слова, что нужно. Там еще на заднем плане, как птица летает. Вот над нами треангуляционный знак. Мы сейчас находимся на самой высокой точке Форосской стены. Кажется, так это называется. Но что она самая высокая, это однозначно, поскольку я вижу отсюда все, буквально все скалы, которые находятся, то есть вершины их поверхности. Соответственно, мы находимся на самой большой высоте. Вот так это все выглядит. Панорама, конечно, не передать. Красота неописуемая. Но это стоило того, чтобы затратить немного усилий и подняться на такую высоту. Погода супер. В общем, сегодня все супер. Все классно. Мы находимся на высоте 712 метров над уровнем моря. Это самая высокая вершина в этом районе, в этих окрестностях. И вот мы встретились девочки из Алушты, которые у меня часто смотрят мои видеопоходы. Я думаю, узнают этого человека. Вот знаменитый человек из Алушты. Алексей Бобков, 56 Алушта. Привет. Я думаю, девчата узнают и отпишутся в комментариях. Вот так вот земля круглая. Бывает, что я видел человека на страницах одноклассников. То есть путешественник, знаменитый путешественник, вот видел там, 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 там. И вот мы встретились на одной из самых высоких вершин. Вот такая красота. Сегодня второго уровня, получается, знакомого встретика. Буквально два слова. В общем, пока сюда-сюда. Опять все затягивает туманом. По-русски кант покажем, не покажем. Но сам факт, на этой вершине, вот, долин. То, что было красивыми видами. Откуда мы начинали. Да, откуда мы начинали. То, что было красивыми видами, сейчас уже затянуло туманом. Ну, в общем, двигаемся дальше. В общем, вот так вот здесь отвесные скалы. Высота, конечно, упаси господи, сорваться с такой высоты. Вот, видно высоту. И на... Да, я вижу, туман ползет. Прямо, прямо на нас уже наползает. Дальше затягивает. То есть смысла снимать нету. А здесь вот прямо на нас... О, он дальше видно. Глянь, стеной пошел. Прямо как пар, да? Да, как пар прямо пошел, пошел. Все, фаровский кант закрыло. То есть не покажу. Но... Море немножко прогрелось. И все прогрелось. И оно дало. Понимаете? Да. Местные аборигены знают эту традицию тумана. Смотри, аж прямо вон стеной идет. Ну да и ладно. Мы наверху. Теперь будем спускаться. И вперед. Все, счастливенько. Все, счастливенько. Все, счастливенько. Да. И вот перед нами фаровский кант вдали. И за ним уже непосредственно спуск. В общем, тут не такая плата, как я представлял. Обалденная плата. Айпетринская. Понятно, что обалденная. Айпетринская, извиняюсь. Айпетринская, она другое. Чуть-чуть. Вот мне почему-то... Я не пойму. Видно, что я снимаю или не видно. Я вот не вижу. Чего я там снимаю? Вообще освещение непонятно. Оно будет на видео, но... Ну а ты шо. Вот это вот следующее будет. Мшатка колесы. Давай, косатка моя колеса. КОНЕЦ. ЭКТРАН.